Полина, задавай вопросы, ты сдала эту тему, Джульетта теперь пусть сдает тебе. А у нас было большое окно, и она сдала ее. Какое-то окно было? У нас было мастерство актера, когда мы всех ждали. Мы ждали, мы ждали. Ну, в смысле, опоздание. Не было студентов на мастерстве актеров, вы не пришли еще когда-то. И мы, в течение 20 минут она все сдала. Так что, давайте. Что в переводе с латинского языка означает дикция? Прямо в латинском языке, да? Ну да, в переводе что означает? Речь. Тепло, но не горячо, да? Правильная речь, восстановление, неправильная артикуляция. Нет? А как это все, если нельзя? Как сказано? Ты правильно рассуждаешь все? Все рассуждаешь правильно. То есть, как ты рассуждаешь, это в одно слово, да, получается? Ну, вообще, для чего делаем всевозможные артикуляционные упражнения? Чтобы правильно все слова были слышны, выговорены, чтобы в песне все это было услышано. Полина, веди видение. Дикция. Ой, блин, ты что сказала? Дикция. Дикция, это дикция, да? Дикция, это дикция. Дикция 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 Залон родился Пудра. Дикция 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 Залонь. Дикцияhhhhionen,098109,ey4147k,com Клиция Дикция Дикция Нелить. ckets, это дикция Г Des Maris opportunities. В переводе с латинского дикция означает произношение. Поэтому говорят, что у вас страдает дикция. Вам надо поработать над дикцией. Значит, человек понимает, что я что-то не так произношу. Либо это логопедические какие-то проблемы, либо это проблемы уже другого совершенно характера, которые устраняются элементарно. А за счет чего наше произношение в принципе существует? За счет чего? За счет смысла. Больше с анатомической точки зрения. За счет чего существует дикция? Ну да. За счет языка. Только? Ты это имеешь в виду? Только. Вообще все. Как это называется? Артикуляция. Рош. Артикуляционный аппарат. Да. Что входит в артикуляционный аппарат? Все наши органы. Какие? Рече образующие. Рече образующие органы. Это все является нашими органами. Вот и перечисляю сейчас, Полина. Язык. Зубы. Неба считается? Да. Конечно. Какое? А, верхнее. Не, ну как мы называем его? Неба какое? Есть твердое. Твердое. Ну все, все, все сразу. Есть мягкое Неба. Расскажи же, что такое мягкое Неба. Где это у нас мягкое Неба? Ну твердое Неба понятно. Мягкое внизу? А твердое где? А мягкое где конкретно? Неба она все мягкое. М? Где конкретно мягкое? Я понимаю где мягкое. Твердое вот где ближе к зубам, мягкое чуть-чуть дальше. Значит, правильнее, как классифицировать? У корня языка. У корня языка. Совершенно верно. Что еще в звукообразующих глаголах? Сами глаголы. Глаголы. И... Вот, правильнее. Задвигано. Задвигано. Челюсть. Сама челюсть. Молодец, умничка. Есть верхняя челюсть, черепа, да, и есть нижняя. Их можно разделить на две подгруппы. Это подвижная и... Статичная. Статичная. К статичным относятся верхнее небо, зубы, верхняя челюсть. Ой, твердое небо. Твердое небо, верхнее голову. А там наоборот, 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 наоборот. Подвижная и вверху относятся мягкая небо, губы, язык и нижняя челюсть. Нижняя челюсть. А почему статичными считаются зубы? Такой я тебе провокационный вопрос. Они же не двигаются с зубами. Молодец. Молодец. Я не могу сказать. Все правильно сказала. Молодец. Но если они уже двигаются, то это уже не двигаются. Но если начинают двигаться зубы, то тогда что происходит с нашей дикцией? Она становится не очень. Она страдает. Да. Она страдает. А отсюда мы о чем говорим? Что? Ходите к стоматологу. Вовремя лечите зубы. Потому что если у нас... Отлечить, то все будет хромать. Конечно. Конечно. У нас присвистывание, пришептывание, пришлепывание и все прочее. Плюс плохая гигиена зубов влияет на наше горло. Потому что вся инфекция попадает в горло. А если страдает... Ну и элементарно на запах рта. Ну это уже... Запах это уже для певца не так важно. Да. Ты можешь петь прекрасно. И с любым запахом. Это уже другое. А вот когда попадает инфекция в горло, в зубов, тогда уже происходит беда. Да. Следующий вопрос. Ты уловила сейчас? Я уловила. Да. А я сижу улавливая связь с космосом. Мы так и не разобрались с вами с видами произношения. Гроб называется «Плотом Джульетта». Ага. Давай спросим Джульетту. Мы, понимаешь, мы не смотрим в источники. Мы пытаемся все... Сами. Конечно. Мы пытаемся все это выстроить уже с учетом нашей практики, нашей работы. И вот там есть такой вопрос. Это не я готовила вот это все. Это как бы вот я взяла готовое. Мне показалось, что хорошая очень такая работа. И там все ответы в принципе есть. Но вот здесь мы не даже... Один вопрос. Мы не нашли ответа там. Или виды... Произношения. Произношения. Как ты думаешь, что это такое? Виды произношения. Значит, это получается виды произношения. Нет, мы с тобой порассуждали. Я даже назвала их, но я тоже не проверяла. Ты проверяла? И я тоже. Проверяла. Но мы с Талей Викторовичем догадались. Да. Мы тут обсуждали. Я говорю, наверное, так. А Полина со мной согласилась. Попробуй ты. Как ты думаешь? Виды произношения. Какое произношение бывает в принципе? Четкое, нечеткое и вялое. Умничка. И еще, еще, еще. То есть нечеткое это и есть вялое. Четкое, вялое, но нечеткое, вялое и... Если мы говорили сейчас, что если нет зубов, либо если там... И отсутствие вообще. И еще какое? Дефект. Дефект. Дефект, да. То есть мы как-то подумали, что это вот туда. Мы туда. Ну, если Джульетта сейчас придет Лиза, мы ей зададим этот же вопрос. И если она скажет точно так же, мы даже в источнике не будем ни в какие смотреть. Я считаю, что это правильно. Потому что виды произношения. Есть четкая речь, четкое произношение, четкое, грамотное произношение. Есть вялое речь, а это связано либо с отсутствием энергетики, либо с отсутствием... Подвижности. Подвижности, речи образующих органов, то, что мы сказали, от которых зависит все. Человек просто... У него просто надзывается. У него, у него, он меланхолий, он не может говорить четко. У кого-то уздечка маленькая. У него вялая речь. У кого-то что-то маленькое, у кого-то что-то длинненькое, у кого-то короткое, узкое, широкое. Но в первую очередь здесь именно вот вялая речь, я считаю, что это все-таки очень сильно зависит от характера человека. От характера человека. И уже вот когда дефекты, конкретные дефекты, которые уже связаны либо с логопедией, либо с отсутствием зубов у людей. Все вроде в порядке, и у человека он ортопедически все себе помогает, если, конечно, он лишился зубов, поэтому не нужно лишаться зубов, нужно вовремя лечить их. Это больная тема прямо для многих. Я договорилась вам скидку сделать, представляешь? Теперь у меня вопрос, кстати, как вы думаете, вот очень дорогие вот эти пломбы лечения, за сколько бы вы вылечили зуб? Один? Да, один зуб. Как вы думаете, за сколько? Мы лечили за 10. Пломбу? Да. Это минимальная цифра. Самая. Пломбу? То есть тебе депульпировали зуб? Тебе удаляли бы. А если мы говорим сейчас кариес, то есть без удаления, у тебя было такое? Я в муниципальной лечила в 2012 году последний раз. То есть ты лечила просто? Я даже не знаю. Безвозмездно лечила? Мы за пломбу заплатили, сколько там? 1800, но это 12-й год был. 1800 заплатили за пломбу. Мне уже 5 лет. Ну а если я вам скажу, что клиника, в которую я ходила, это Яковлева, клиники Яковлева. Вот, которая открылась через дорогу. Они идут навстречу и готовы студентам лечить зуб за 1800. Это если нерв здоровый? Да, это если здоровый нерв. Но если депульпация зуба стоила 10 тысяч в Жульетте, недавно, да, ты лечила? 5 лет назад. А, 5 лет назад еще? Ваня, один зуб за 18 тысяч. То есть вам готовы лечить за 1800 клиника. Да, но по студенческому билету... Ну, слава богу, у меня больше проблем нет. Это я один раз в жизни сходила к самотологу. Вот то, что мы сделали, а потом... Нужно обязательно ходить. Солнышки, мне нужно показывать. Нам не видно в зеркало наши зубы. Я просто профилактически хожу. Я ничего с ним не делаю. Это хорошо. Вот ты умничка. Ты умничка. Нужно показывать. Поэтому ты не умничка. Ты пойдешь на чистку сходила. Вот я тебя возьму за руку, и ты пойдешь. Ты пойдешь. Понятно? Когда уже мы утвердим вот это все, я здесь разрешение получу, чтобы повесить здесь... А мне смотри, что вы на... Рекламу в колледже. Мы так договорились. Почему? Ну, что они делают скидку, а вы туда студентов приглашаете. Ну, я сказала, что мы здесь рекламу дадим. Но всем же хорошо. За 1800 рублей вылечить зуб. Слово называется «бам». Да. Здесь и в общежитии, и в колледже. Мы объявления повесим. Ну, потому что это здоровье наше. Это все сюда же. И к димце, и к нашему голосу. Потому что если мы не лечим, мы разбирали эту тему очень подробно, то возникают ларингиты, возникают фарингиты, потом это все опускается ниже, если мы это не лечим, запускаем. В результате трахеи, бронхи, легкие. И все. И добрый вечер. И все, да. Так непривычно со школы есть привычка, что я всегда громче всех отвечала. Ну, потому что у меня, ну, не знаю, от рождения какой-то поставленный голос, он всегда звучал громче, чем у моих одноклассников. У тебя частоты, у тебя много частот высоких. Ты разрезаешь пространство. То есть, если кто-то отвечает вот так вот, и ты такой вот чего-чего. И ты прислушиваешься. Если меня спросили, то меня слышно на весь класс, и если кто-то спал, он резко вот так вот просыпается. А когда я поступила в колледж и стала ходить на занятия вместе с вокалистами академического вокала, если я сплю... А зачем ты ходила с ним? А у нас общеобразовательный... А, были вместе. Да, и до сих пор вот психология. Я сижу, может быть, как-то там заскучала, и тут Илья своим баритоном... Красивым темпром начинает отвечать на весь класс. И я не понимаю, почему так громко, и я такая, опа. И тут же и музыкант. А у него чёткая дикция. Чёткая дикция, у него очень хорошая речь постоянно, но иногда так громко. Громковато, да? Да, особенно в этом классе, где большая акустика... А когда он смеется, это вообще просто. Это так громко, и прям, ну, из-за акустики по ушам сильно бьёт, и так... Шишка, тише, чуть-чуть. А когда отвечает музыкант с нашего отделения, это вот абсолютно спокойный, в какой-то степени меланхоличный человек, никакой экспрессии. Илья Лиза так тоже отвечает спокойно. Здесь, видите, как... Так не прибыть. Здесь действительно не нужно... Во-первых, самое важное в нашей работе ни в коем случае не форсировать. Не прилечь, не припей. Мы не должны форсировать звук. Если мы хорошо на опоре говорим, если мы умеем подавать хорошо звук, то нашему голосу ничего не навредит. И на самом деле я почему громко говорю, допустим, потому что я плохо слышу уже себя, не в плане музыкального слуха, а у меня в силу возраста, в силу долгой и продолжительной работы с живым оркестром, если ты работаешь с мелью, я с большим астраловым оркестром работала, ты теряешь частично слух, саму способность слышать. И так как я стала слышать хуже, я начинаю немного громче говорить, чтобы себя слышать, мне кажется, что меня не слышат. То есть это когда-то научно пытается громче. И надо контролировать, конечно, у меня себя, нужно как-то немножко себя приземлять, потому что, и поэтому, если что, меня можно нормально отдергивать. Наталья Викторовна, тише, тише. И я нормально, я буду потише, как у меня. Так, давайте, продолжаем дальше. Продолжаем. Есть несколько, я забыла, как это называется, не видов уж речи. В общем, речь подразделяется на несколько... Разделов. Не разделов, а... А, стиль, стиль, функциональный стиль речи. Функциональный стиль. Мы говорили о функциональной... Вот, я вспомнила. Но бумажки у меня нет, к сожалению. Функциональный стиль речи. Да, функциональный стиль речи. То есть, с какой целью тогда мы используем тот или иной стиль? Чего мы хотим? И почему нельзя, допустим, в одном случае данный стиль, он неуместен... Умочка, молодец, это туда же, но ты так глубоко кокнула в жаргонизм. Это уже под... Да, да. Под пункт. Да, 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 это под вид уже. Разговорный. Да, да, да. Вот, от разговорного уже идет... Офисный, деловой. Это отдельно. Официальный деловой стиль, это отдельно. ОДС. Аббревиатура. Официальный деловой стиль. Разговорный стиль. Куда как раз и идут. Жаргонизм, они туда идут. Жаргонизм, они туда идут. Да, да. Какой еще называется? Сценический, да? Как мы его называем? Так мы называем. Коля, помнишь? Даже скажи, я точно не скажу. Ну, художественно-литературный. То есть, там... Ну, это не совсем сценический... Это театральный, да, больше? Художественно-литературный. В общем, мы художественно-литературный. Постановочная речь. Поставленная. То есть, она... Именно для... Нет, но если сейчас говорим о стилях, о функциональных стилях, то у нас официально-деловой, у нас художественно-литературный стиль, у нас научный стиль, у нас разговорный стиль. И у нас еще какой? Мы говорили, делятся мы два письменных и мусных. О газетах говорили, о митингах. А, публицистический стиль. Публицистический стиль. И в каждом из них есть наличие эмоционального ряда, либо отсутствие эмоционального ряда, специальная терминология, что... Где можно потрясать? В официально-деловом стиле, либо в научном, который совершенны. Ты в художественно-литературном... Если, конечно, это произведение завязано за какие-то научные открытия, там, конечно, все это будет иметь место. Но ты сейчас совсем на другом. Я помню, что там были ответы бытовой, разговорный стиль. И вот именно постановочный, что-то вот с этим связано. Причем бытовой и разговорный — это разные виды. Почему-то. Или стили. Сейчас я объясню, чем они отличаются. Чем они отличаются. То есть это все... Вот разговорный как раз входит за... Вот в разговорный входит... Нет. Нет. Если говорить о функциональных стилях, ну там, может быть, видишь, я не перерабатывала эту статью, я взяла ее, и мне, конечно, она была ее поглубже переработать. Посмотреть. А вы же равно он как раз входит. Что значит вот разговорный стиль и бытовой? Бытовой мы разговариваем дома, да? Либо на кухне, в общежитии. Но разговорный... Вот мы сейчас с вами тоже разговариваем. Мы же не можем использовать матросы. Совершенно верно. Мы не будем ни нормативную лексику использовать, мы не будем использовать жарганизм. Но у нас разговорный сейчас стиль. Разговорный. Он где-то переключается еще с научным. Потому что, если мы говорим, мы включаем сюда еще научные термины. Мы их включаем сюда. Но все равно стиль нашего преподнесения вот сейчас, он разговорный. Поэтому, а бытовом, то, что он делится на бытовой разговорный... Более легкие в общении. И что, хоть какие... Сленг. Понимаете, там сленг присутствует. То, что сейчас очень много всего заполонено. И вы между собой можете в разговорном использовать разговорный стиль речи и ля-ля-ля-ля-ля-кать там. Но в классе вы уже придержите это. Вы уже придержите и уже подумаете. Нет, наверное, я здесь буду... Все-таки придерживаться, если мы выбрали, а выбрали, да, позицию вот такого вот ведения уроков, как семинар, как вот мы разговариваем с вами, общаемся. Лучше я все-таки в этом отношении я попридержу. Мы потом поднимем эту тему. Мы еще... Не тему поднимем. Неправильно сказала. Вот это ошибка была сейчас. Мы поднимем эту тему. Это неправильная основывка. Речи была моя. Точно так же, как мы поднимем тост. Это неверно. Поднять можно бокал. Поднять можно... То есть... Мы произнесем тост. Мы произнесем тост, да. То есть мы разберем эту тему глубже. Мы вернемся к этой теме. Есть же... Я забыла просто, как называются, это очень сложные термины. В русском языке мы когда-то описали, допустим, скушай еще ложечку. Скушай еще ложечку, да. То есть это если... Скушай еще ложечку. Ну, скушай, съешь... Ну, скушай это тоже просто речи. Да-да-да. Вот я вам приготовила тема сегодняшнего урока. Читайте. Риторика. Риторика. Наука о красноречии. И вот как раз сюда, в список... Список всех терминов, все входит сюда. Риторику. Все синедбухи, все метонемии и все остальное. Так что... Ну, раз у нас сейчас все-таки по дикции все равно нам нужно до конца разобраться, еще разочек, так. Здесь риторическое выразительное средство, скушай еще ложечку. А здесь мы поднимем тему. Мы повторим эту тему, мы разберем эту тему. Мы... Поднять тему... Знаю, мне что-то резануло. Чисто на подсознание резануло. Что поднять тему. Вот не туда. Поднять тему. Ну, и есть еще постановочная речь. Это касается дикторов, каких-то... Тех же самых... Комментаторов, актеров озвучки. Ну, вообще, кто использует... Ведущие, да. Те, кто использует в своей профессии именно речь. Ну, и мы здесь о чем говорили? Мы здесь о чем с тобой говорили? Ну, сейчас давай Джульетту спроси. Какой должна быть речь? Какой должна быть речь у... Именно диктор. Да, конкретно какая передача? Сконцентрируй уже ее. Диктор новостей. Диктор... Ну, у меня кроме новостей, что ничего не... Чтение, погоды... Радиоведущие. Радиоведущие. Нет, именно диктор новостей. Ну, вот диктор новостей. Сместо событий. Сместо событий. То есть он должен... Че... Нет, ты две задачи поспалил. Диктор новостей и сместо событий. Репортаж с места событий это другое. Все, да, да, да. Репортаж... Просто диктор новостей, вести Красноярского края, да. Такая речь у него. Я ее поставила четкая. Так. По динамике. По динамике. По динамике. Ну, ты свои словами объясни. Ну, ну, должно быть не слишком громко. Значит, это как? По-другому еще сказать. Почему сказать правильно? Да можешь неправильно сказать. Это нормально. Я тоже, видишь, ошибаюсь. Там где-то потом... Все эти вопросы потом не напишешь. Все, что... Мы еще их разберем. Но по динамике не должно быть слишком громко, чтобы не забыли... Ну, значит, это как? Другим словом, замени. Умеренно. Значит? Умеренно. Умеренно. Четкость. И самое главное, что должно быть вот здесь. Это как раз верно расставленная цезура. То есть правильная фрезеровка. Чтобы способная нагрузка ни в коем случае не потерялась у слушающего. Не повышала. Чтобы она не потерялась. О чем она говорила сейчас? Это самое страшное, когда ты работаешь диктором. И люди говорят, вы знаете, вы сегодня говорили, и ничего не было на что говорили. И даже не в плане того, как же, я же четко говорила. Я же все четко говорила. И что? Но вы говорили так, что... Умеренно. Да, акценты ваши были расставлены неверно. Фрезеровка была нарушена. Я не понял, что вы говорите. Умеренная динамика. Умеренная динамика, четко. Правильно поставленная речь. Все, все с точки зрения именно фрезеровки верно. Верно. А если это ведущие утренние передачи? Я когда смотрела один раз утренние передачи, так случилось, так опять же, я проснулась рано и включила утреннюю передачу. Они были очень веселые, потому что хотят пробудить зрителя. Так. Во-первых. Во-вторых, они хотят расположить к себе зрителя. В-третьих, у них не настолько умедленная динамика. Она уже немножко превышает, потому что иногда они смеются, какой-то юмор происходит. То есть эмоции там имеют место. Место быть. Место. Так же четкая речь. Так же правильная постановка речи. А что сейчас еще позволяет, вот, Поля, хоть, коль задала ведущие утренние передачи? Я порой ужасаюсь, что у наших ведущих утренних программ просачивается в речи. Они позволяют себе иногда жаргон использовать. Абсолютно. Потому что потом вырезают, но это все равно. И потом они сами это выкладывают. Вот, вот что происходит за кадром. И ты видишь, как они вот за кадром как разговаривают. И ты думаешь... Ну иногда режут, а иногда ведь и не режут. Иногда так и не режут. А иногда не режут, так и оставляют. Так ты думаешь, я выключаю вас. До свидания. Ну и в таких передачах есть место импровизации. Да, молодец, умничка. Если в новостях ты уже ничего не поимпровизируешь, тебя четко от А до Я ты прочитываешь. И до этого, прежде чем выйти в эфир, ты должна начитать очень хорошо этот текст и все выстроить. Молодец. Элемент импровизации, потому что в студию приходят гости. Гости, да. Ну а репортаж мы еще говорили со стадиона, если идет. Там это вообще самая неумеренная динамика, а наоборот... Стабильная, динамичная. Там полная, полная свобода. Полная свобода в зависимости от того, что это репортаж с места событий. Именно репортаж с места событий. Однажды, когда я разбирала на уроке со студентами, давно это было, я утром услышала в утренней передаче, то ли кофе утренний, то ли ТВК «Новое утро». «Мерская елка». «Мерская елка». «Мерская елка». Идущий сказал «Мерская елка». И я студентам написала на доске. «Сегодня мы идем на мерскую елку». И вот когда я говорю «Мерская елка», звучит гротесково. Еще утрированная елка. Еще утрированная елка. «Мерская елка». Все дети приглашены на мерскую елку. А правильно говорите, на елку и мэром, да? Елку, организованную мэром города, либо администрацией города, либо руководителем. Либо просто на городскую елку. На городскую елку. «Мерк, он же глава города, значит, это городская елка». То есть насколько нужно было выстроить правильно этот замок, чтобы... «Мерская елка». А было все? Зачем? «Мерская елка». «Может быть, это не игра слов». «Это не игра слов». Мне, знаете, как они говорят? Они говорят, Наталья Викторовна, когда я потом приезжаю к ним иногда, но сейчас уже все. Я говорю, нет, я не хочу. У вас там информационный голод. Им нужно заполнять чем-то эфиры. Я говорю, они частенько звонили. Я говорю, я больше к вам не поеду. Я говорю, нет смысла совершенно. Потому что то, чего хотелось бы передать... Да и телевизор сейчас не смотрят. Они не дают, а то, что им нужно, мне это уже неинтересно. Мне тратить время не хочется на это. Они мне объяснили таким образом, что эфирное время сумасшедше дорого. И проще сказать «мэрская елка», а там как хотите, так и понимаете. Чем вот такое большое предложение. Ну, городская елка. Что глава города, Петр Иванович Пимошков тогда у нас был, всех школьников приглашает на елку. Где вас встретят? Дедушка Мороз, Снег, Горщина, все. Сразу же понятно. Нет, ну просто взяли все это, убрали. «Мэрская елка ждет школьников». Вот и все. Вот вам эфирное время. «Мэрская елка ждет школьников». Это страшно даже звучит. «Мэрская елка». У него по дворе. Так, ладно. Значит, о стилистике поговорили. Дальше что? Есть еще один вид произвещения. Разрешение, чем отличается разговорная речь от певческой? Девческая. Да-да-да. Очень хорошо. Певческая речь. Да. Это было не понятно. Ну почему? Когда мы сейчас разговариваем с певциной, у нас певческая речь. А, подожди. Я знаю, я знаю. Да-да, расскажи. Певческая речь. У них также поставлена хорошо дефицит. У них поставлена хорошо сама речь. Уберите вообще слово это поставлено. Просто у них отличная речь. У людей. У них отличная дикция, хорошая артикуляция. А мы в разговорной речи не используем. Иногда мы не стараемся все выговаривать. Ты сейчас говоришь согласно. Полина тебя как бы подвигает совсем к другому. Нет, смотри. Если мы говорим, чем отличается певец от диктора? Тем, что диктор у него более хорошая речь. Нет, мы не говорим сейчас о четкости речи. Здесь не о четкости речи. О динамике, нет? И не о динамике. Ну дикторы иногда будут такие занудые. Они такие... Нет, ну чем отличается диктор от певца? Просто кардинально тебе уже два примера. И диктор говорит, певец поем. Ну а пение это что? Пение это что? Чем отличается речь от пение? Вот сейчас тебе Полина дала. Здесь речь, а здесь пение. Здесь просто... Нет, нет. Говорить тоже можно. Мелодикламация, можно на музыке говорить. Я знаю. А чем отличается? Ну так что такое пение? А подождите, в пении же у нас слова уже поставлены, а у диктора он сам... Какими-то... Опять у тебя какими... Обходами какими... Ну огородами ходишь. Что там поставить? Для того, чтобы... Нет, пение. Что такое вообще пение? Чувство душа. Так и говорить тоже нужно, в принципе. Даже диктор, он все равно имеет, пусть чопорно, но в данный момент он тоже подключает душу. Диктор говорит по тексту? А нет, подожди. А поем мы тоже слова, только те, которые в песне. У диктора... Находим, у диктора бывает разное, у них они поставили. Ну ты чего? Ну это же... Это же... Прямо тут, на поверхности. Конечно. Чем отличается диктор и певца? Да. Чем их речь отличается? Тем, что у певца на музыку текст? Ну ты не обождаешь. Можно я капелла? Можно я капелла, да. Не зацикливайся здесь за музыку, не цепляйся за музыку. Чем их отличается? Да подскажи уже я, она уже замучилась. У певца речь протяжная. Гласные протяжные исполняются. Пение – это долгота гласных. То, чего нет в речи, в простой речи. Когда мы разговариваем, мы не говорим так. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Я сегодня... То есть мы так не говорим. Может быть, кто-то и говорит. Кто-то говорит. Это уже что будет? Как мы это назовем? Дефект. Да нет, не эффект, это манера будет. Это манера разговаривать. Нет, у кого-то это и дефект. Ну, не знаю. Дело в том, что я предлагала, и были успехи, и у всех будут успехи. У людей, которые заикаются очень сильно, им нужно так говорить. Потому что во время пения никто не заикается. Растягивая гласные, переходя сразу же в согласную, все, нет. Не притыкается у нас голосовое речи, образующая пара, тут не притыкается. Я не видела людей, которые очень сильно заикаются, а во время пения вообще ничего. У нас малюшка учился, выпустился вот он. Два комната назад выпустился. Он приходил, мы с ним занимались. И когда он попел, все, он вышел в коридор, опять начал говорить рвано. Я говорю, пой. Я сказал. Тогда у него не было никаких притыканий. То есть певучая речь. А основной вопрос звучал как, Валина? Чем она отличается речь от диктора от... Нет, 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 это она уже тебе потом... А? Основной вопрос звучал. В чем он заключался? Это уже потом ты стала ей более наводящей это давать попроще? Разговорная речь отпевческая. А вот, разговорная певческая. С тем, что мы не тяну. Разговорная речь, да, то есть сокращение идет гласных фонем, от пений, долгота гласных. Все очень просто. Все очень просто. То есть, как пойти всегда глубже? Не надо глубже, все на поверхности. Вот как звучал вопрос. Спасибо, вспомнила. Еще что, о фонемах, о гласных. Они двух видов у нас бывают. Фонемы? Гласные. У нас бывают. Протя... А, ну, здесь просто все протяже. Сколько вообще гласных у нас? Раз, два, три, два, один, два, три, шесть, семь. Кто дольше? Шесть, семь. Звуков или букв? Букв. Букв? Да. Сколько гласных букв? Звуков там много. Девять. Почему девять-то, когда десять? Я ее что-то забыла. Вы что? Ну, девки, девки. И краткая это разве? И краткая нет. А при чем здесь и краткая? Я что-то забыла. У нас четыре иотированных. И шесть чистых гласных. Е-йо-ю-я. Я и э-а-о-у-э-в. Е еще, ю. Я что-то забыла. У нас четыре иотированных, но это же гласные. А-а-о-и-е. У нас десять гласных. Слушайте. Е-а-о-у-е-э-в. И четыре иотированных. А, нет, и забыли. Что-то его взяли и забыли. Это иотированные гласные. Они чем отличаются? Потому что они иотированные. Это другое гласное. В иотированных буквах мы слышим другой звук. Ну почти. Тепло. Ты туда мыслишь. Но не до конца ты мыслишь. Вот если мы поем а. Хорошо. Чем отличается буква от звука? Буква от звука? Да. Чем отличается буква от звука? Тогда ты ответишь потом на вопрос. Чем отличается иотированное гласное от чистых шести гласных? Звук тянется. Буква тоже тянется. Можно сказать буква А. Буквы бывают согласные. А звуки они какие? А Ё тоже буква. Буква Ё. Чем отличается от звука? Ну скажи. Буква это часть алфавита. Буква может состоять из нескольких звуков. А вот уже звук, если мы берем один звук. Одну фанелу? Одну фанелу это один звук. Это совсем другое. Например, буква Ё. Буква одна, а звук у нее два. Е, О. Звук это более детальная часть буквы. Угу. В букве более одного звука. Ну не все, да? В букве. В букве. Более одного. Если мы спрашиваем, что такое буква? Что такое буква, если дать определение чисто букве? Не разделять сейчас вот эти наши десять гласных? Ты сейчас берешь отдельно, ты скажешь, не всегда. В А, О, У там нет второго звука. Но если все равно мы тебе зададут вопрос. Что такое буква? Что такое буква? Составная часть алфавита. В букве может быть более одного звука. Может быть. Может быть более одного звука. Даже в согласных. Например, буква З. З, Э. Или буква К. К, А. Если мы фонетически будем сейчас произносить алфавит, то мы З, К, 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 А не К. К это буква. А звук К, К. То есть. И таким образом у нас, возвращаясь к дикции, возвращаясь к гласным звукам, теперь чисто и гласным у нас тоже делится. Полина сейчас расскажет. Они делятся на узкие и широкие. Подожди. Может быть скажет сама Джульетта. Из шести чистых гласных. Назови широкие гласные. А. Э. И. Е. Я. Из чистых шести сейчас тебя просим. Без ариотированных. Без ариотированных. Чистые шесть гласных. А. И. Почти. Но ты сейчас все их опять... Именно широкие. Широкие. Тебе сказали, что даже чисто делятся на узкие широкие. А. О. Э. Э. И. Они широкие. Почему? Потому что мы их широким. За счет чего? За счет чего? За счет чего? За счет вашего альтаа. Скажи эти звуки и расскажи, что у тебя в глотке происходит. Ну вот расскажи, где у тебя что там? Вот здесь. А. И здесь все будет получать смысл. Не здесь. Сейчас. А. А. Сей, скажи. Да не надо их тянуть. А. О. И. И. Э. Мы на улыбке их произносим, короче. Это все собирает кучу. А я не могу с ней. Поднимается мягкая лема. А. О. Почему я не чувствую? А. О. У. 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 А теперь точно так же. Сформируй сейчас эту У и перейди в другую гласную, широкую гласную. У. А. У. А. У. А. почувствовал -а узкие тогда вопросы? широких сколько получилось из шести? ау... и 4 Тоже у спреющая? Вообще не меняется, вообще не меняется ничего A O E А вот на Ö уже меняется, поднимается Но она широкая А узкие получается ИR иУ И-аю Язык поднимается к твердым днем ию он сажает речевой аппарат эти две узкие ну и также у нас есть ютирован и и сейчас скажи ты будешь давать упражнение если у тебя твоя ученица который ты ведешь практику если проблема в сохранении позиционного пения то есть у нее интонация хромает ты распевочку дашь на какие фонели на узкие ну так если она наоборот у тебя не держит позицию чем ты поможешь ты наоборот что-то на узкие глаз ты дашь на и более сконцентрированный зили и он же позицию не терять конечно он же зима автоматически автоматически то есть уже мы будем горизонт она суживается звук зависимости от фонетики то есть там меньше нужно заморачиваться а соответственно зачем тогда упражнение ми-ме-ма-мо-му чтобы наоборот хороший вопрос полина вот смотри и начинается всегда это упражнение с и а потом они сразу на мы новое слово в нашем лексиконе когда мы поем разные звуки но с одной позиции у нас позиция не меняется соответственно звуки не вываливаются здесь не то поле здесь не редуцирование мы вернемся к этой теме тогда поглубже разберем потому что она еще пока сырая и 4 вот позиция да позиция да сохранение позиции и интонация да ты собрала тут просто все вместе мы разделим потом все вот как раз для сохранения певческой позиции и высокая позиция удерживаем интонация потому что если из позиции выскочить интонация может что поползти вниз она должна удерживать чаще вниз чаще это уже знаете тот кто почему-то завышает я все время пытаюсь либо все таки как бы настройка голоса на определенную тесситуру и она вот низка и голос вас бастует пытается пить выше как бы вот как бы вот так но это все равно аномально если у тебя есть слух ты обязан потому что мы же не даем ребенку либо вам распевку в той тесситуре которая которая вам извините вы ее просто не цепляете но если в вашей песне есть фа малой октавы и допустим распеваться мы сразу распеваться с нижнего регистра нельзя нужно от центра идти от центра вверх от центра вниз то есть от хороших от приманных там нужно начинает распеваться и тогда все равно вы должны цеплять эти ноты уметь пользоваться рычагами голосообразующего аппарата того чтобы удерживать позицию и интонация и при этом еще и обертоны не срезать частоты сохранить попытаться максимально так ну по дикции по дикции что еще там какие были вопросы в широких узких гласных разобрались вы айтированных разобрались или еще что то там про гласные вроде все ну хорошо давайте сейчас согласные звуки во первых почему они так называются сами в себе согласные звуки согласные вообще согласные они связывать все они согласуют все и мы имеем в результате смысловную нагрузку без согласных звуков без точных без точного произнесения мы не поймем о чем идет речь сейчас в качестве примера у нас парные глухие звонки а мы сейчас из джунеты поговорим на этот счет то есть согласные звуки у нас глухие звонки и сонорные подразделяем да сонорные же они они же звонки согласны перечислить сонорные с нет все подряд сонорные звонки согласны сонорные звонки согласны мы же вот недавно проходили сонорные уже разбирали эту тему сейчас сразу же наша система весь организм наш начинает вибрировать начинает открываться начинает звучать всеми красками рисовал конечно с каких гласных я сейчас перебираю все согласные ну не мучься тебе поле скажет только на этих согласных можно тянуть ноту не произноси согласную на них можно произносить ноту хорошо дальше не говори пускай дальше сама сообрази хорошую подсказку дала тебе поле все считайся самая я просто ну вот она тянется все тянутся все тянутся это перкуссия это все шипящее это все вот это другое дело вот эти согласные ты можешь тянуть и 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 что сонорная, хорошая, кстати, подсказка, хорошая подсказка. Именно используются связки. Может, звук? Тянем, это согласная. А для чего нужны распевки на словах? А вот этого я точно не могу сказать. Для чего? Ну, а по своим ощущениям, допустим... М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Чтобы почисто петь, я не знаю, скажу. Что включается во время сонорных. Извлечение сонорных. Согласна. Что бывает? Что включается. Ну, мы говорили уже. Упражнение, оно всегда что-то включает, что-то помогает нам сделать. Ну, включается вот это все. Да здесь все всегда включается. На любом упражнении все включается. Имеется в виду, ты имеешь в виду диафрагму. Например, у нас хорошо расстегнем, наши губы нам помогают. Язык. А что включается тебе? Задали в сон. Вязки. Мы уже об этом говорили. Почему используем? Это же не при любом звуке включается. Мы уже говорили о том, что сонорные, согласные начали с этого. У нас урок был этому посвящен. Ты же была. Ты была на этом уроке. Что мы включаем? Ну, конечно. Конечно. Они дают вибрацию. Вибрацию. Сюда. В носовые пазуки. В маску. Маска начинает работать. Клубные. Гальморовые пазуки. Вообще все тело начинает вибрировать. Все тело, да. Если оно свободное, если оно не зажато. А если оно не забито? И не забито. Не забито в прямом смысле всевозможными... Соблями. Да, вот этим словом. И не забито еще мозгово. Не забито какими-то мыслями, что мне надо съездить сегодня куда-то, мне нужно постирать, мне нужно... А дрова вообще? Абсолютно. Это тоже называется забито. Никогда не будет свободного, нормального преподнесения ни речевого, ни певческого, никакого. Если у нас что-то где-то забито. Тело должно быть. Предоставлено полностью речи либо пение. Ты должна отдаться всему этому действу. Говорить, а что говорить? О том, что ты хочешь сейчас сказать. Но если ты будешь думать, там у тебя ничего не включится. У тебя переключится сразу. Так, ну как насчет дикции? Сейчас понятно? Да. Прямо понятно? Задай какой-нибудь вопрос. Да хватит уже. Ты еще не начинала. Я уже все. Прямо поняла? Ну где у нас Лиза? У нас почему-то Лиза не... Я психология. Да? Значит, она, наверное, неприлипная методика. Я хотела... Так, ну с дикцией все? Да вроде все понятно. Про озвучание. А, хорошо. Нет-нет-нет. Давай. Вот смотри. Что такое озвучание? Озвучание? Согласных озвучания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова